Всем привет! Сегодня я хотел бы пригласить вас на виртуальную экскурсию по очень популярной в Великобритании достопримечательности — по сафари-парку. Сафари-парк есть в разных странах, но в Объединенном Королевстве я насчитал более 20 таких. Конкретно наша экскурсия будет проходить по парку Лаунлид. Ну, еще будет немножко из парка Уорберн. Почему именно парк Лаунлид? Потому что по дороге к этому парку находится одна из самых известных достопримечательностей в Великобритании — Стаунхэйдж. И сегодня я вам покажу, как можно ее посмотреть, не заплатив за это ни пенса. Кстати, для того чтобы добраться до входа в парк, нужно сделать огромный крюк, непонятно зачем, обогнув всю эту территорию, проезжая при этом через какие-то чащобы, чащие, маленькие деревушки для того, чтобы в конце добраться до огромной очереди. Билет стоит 25,5 фунтов онлайн и почти 30 фунтов при покупке на месте. И я бы сказал, вполне стоит своих денег. Социальная дистанция во время коронавируса в парке измеряется весьма интересным способом. Два метра оказывается равны длине одной зебры, трех каал или десяти сурикатов. Но давайте уже приступим к просмотру. Когда вы будете проезжать через парк, вы сможете насладиться видом крупного рогатого, я извиняюсь за рождение, скота, всяких там козлов, винторогих, птичек. В данном случае это будут пеликаны, которые я заснял. С другой стороны есть фламинго. Кроме этого вы сможете насладиться видом хищников, которые находятся на открытом пространстве. В данном случае это волки. Так и хочется добавить позорные. Передвижение по парку осуществляется на личном автомобиле, как вы могли заметить. Но если у вас его нет, то вы можете заплатить лишние пять фунтов и проехаться на экскурсионном автобусе. Ну что же, не буду вас пока отвлекать, а оставлю насладиться видами африканской саванны, точнее ее обитателей. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь львы находятся за такой вот тоненькой решеткой, а здесь они же, но уже на открытом пространстве. Здесь не видно, но там недалеко от нас находится джип с сотрудниками парка. Ну мало ли что, как-никак это хищники. В этом вольере находятся тигры. Плохо видно, не хотят они показываться. Тиграм наверное наплевать, что вы заплатили 25,5 фунтов за билет. А теперь мы подходим к самому главному аттракциону, ну по моему личному мнению, это обезьяны. И самому конечно прикольному. Замечательная надпись, да? Обезьяны будут карабкаться по вашему автомобилю и могут причинить вред. Вас предупредили. А вот и первая скотина. Вы посмотрите, что он делает. Это же подлец, это же негодяй. Кстати, резиновая заглушка потом нашлась, она оказалась на крыше машины. А вот и его собратья по разуму. Грызут антенны, бампера, другие части автомобиля. Пьют масло машинное, разлитые на дороге. Какой-то особый кайф они видимо испытывают. В общем, наслаждайтесь. Музыка 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 Кстати, будьте готовы к тому, что придется стоять в огромных очередях, чтобы увидеть очередную какую-нибудь животинку. Вот как здесь, или здесь, например. Если вы приехали сюда с детьми, то здесь точно будет чем их занять. Детская железная дорога, зоопарк, не такой уж и маленький, дворец, сады, лабиринты, так называемая Batcave, то бишь пещера летучих мышей, которая, к сожалению, во время карантина не работала. И многое-многое другое. Вот, кстати, это самая пещера. Как вы видите, она закрыта. Я вам покажу только некоторых зверушек из этого зоопарка, потому что, если честно, просто не было сил ходить вокруг и все посмотреть. Террариум и так далее. Террариум и так далее. Террариум и так далее. А вот здесь смуглая дама мне сказала, что это банановое дерево и у них в Индии есть такие же. Это маленький. Это маленький, но в Индии есть такие же. Это маленький. для того, чтобы прогуляться по нему, остановиться, сделать фоточки для инстаграма и так далее, и так далее. Англичане любят зелень, вы уже, наверное, заметили. А вот очередное тому доказательство. Место, на которое указывает стрелка, это Longlead Maze. Это лабиринт, сделанный из зеленых насаждений высотой почти 2,5 метра. В Англии таких много. Вот с правой стороны вы видите еще два таких, но это скорее более декоративные. Вот они же, только вид снизу. С высоты птичьего полета более красиво смотрятся, не правда ли? Субтитры подогнал «Симон» Теперь я хотел бы показать несколько кадров из сафари-парка Warbound, куда мои товарищи ездили в прошлом году. Кстати, друг мне сказал, что там покруче, так сказать, парк, чем Longlead. Но, может быть, это субъективное мнение? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова На главную А-303 И сейчас вы сможете увидеть вид От на Стоунхедж В принципе что с одной что с другой стороны Вид неплохой, не правда ли? Ключевое слово здесь БЕСПЛАТНО Чтобы было понятней Как доехать до Стоунхеджа Ну в смысле не заплатить ничего Я вам покажу на гугл картах Вот он сам Вот эта дорога А-303 сейчас увидите будет визита центра то есть центр для посетили вот он там недалеко парковка эта дорога которая ведет туда она вот этой дороге остановились мы вот видите где вот эти машинки вот там стояла рядом и наша машина там такой импровизированный заборчик через который типа нельзя проходить спасибо вам за внимание и всех благ